Путешествие по океанским волнам, Фарма, помимо россиян, взяла и одного испанца. Не столько для усиления экипажа, сколько для коммуникации с организаторами и внешним миром. Стартовала регата 24 ноября с острова Гран-Канария. Трансатлантический круиз получился с серьезным экстремальным уклоном. Повстречались с яхтсменами киты, которые ночью спят на поверхности, и летающие рыбы. Если днем она летает, она все видит, то ночью она яхту не видит, видимо, какой-то огонек видит и врезается. Причем попадает очень часто в людей. Мне, слава богу, повезло, мне как-то так в плечо там еще куда-то попадало. У нас Андрею Леникову, она прилетела точно в лицо. Причем они нет, никак в жизни пи показывают, они, слава богу, поменьше. Они вот такие вот, но она весит грамм 250, да, и летит с довольно большой скоростью. Еще одна большая сложность в том, что вся команда не высыпалась. В условиях штормов не было возможности даже прикорнуть. Привязываться там не получается, она обычно, спишь, прижавшись к какой-то стенке. И мест таких на лодке нет, есть носовая каюта, но вот там не спал никто. Причем она самая, вроде, большая и комфортабельная, но на самом деле спать там вообще невозможно, потому что иногда бывает такое состояние невесомости полностью, когда яхта на волну поднимается, а потом падает, такое ощущение, что тебя к потолку прижимает. В общем-то и как, по-моему, дверь туда закрыли, там паруса хранили, так больше туда никто и не заходил. Крайне непросто в открытом океане приготовить поесть, но наши их смены, как могли, решали и эту задачу. Самая сложность, опять же, в приготовлении пищи, это спуститься внутрь и приготовить, потому что даже, чтобы просто сварить макароны, да, нужно пробыть внизу там 20 минут. Меня укачивало уже через три. И всех остальных, в общем-то, так же. Поэтому варили таким очень интересным методом, определяли обязанности, там кто-то воду ставит, кто-то макароны засыпает, кто-то, да, забежал, выбежал, причем желательно все это делать закрытыми глазами, тогда укачивает меньше. Более 200 лодок и свыше тысячи участников. Регата ИРСи – одна из самых легендарных гонок. Она проводится с 1986 года. Пермики впервые приняли в ней участие. В пути было проведено 19 дней, 10 часов, 27 минут и 5 секунд. Парма преодолела 2869 морских миль. В следующем году пермики готовятся к новому испытанию. Они собираются принять участие в регате, который проводится Королевским гоночным яхт-клубом Англии. Олег Романов, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.